Приветствую. Сегодня покажу как сделать оптимизированную симуляцию ткани в магии. Во-первых, я думаю стоит показать как работает не оптимизированная, чтобы можно было с чем сравнить. У меня есть такая вот тряпка и такой тестовый персонаж. Тестовый персонаж у нас шевелит ногой одной. Вот так. Оно, конечно, криво прискиннет, но у нас тут не доториал по скингу, поэтому прискиннет как прискиннет. Ну, во-первых, как у нас работает вообще симуляция ткани. Мы берем enclose, создаем enclose. Из этого объекта мы делаем Passive Collider и приконструируем enclose не здесь. А, нет, здесь все же. И приконструируем enclose и все. И, как мы видим, частота кадров 6. Это отвратительно, это невозможно работать и все плохо. Можно, конечно, просто взять и отключить enclose и дальше они анимировать уже как хейт. Но, как по мне, это не очень удобный вариант. Вы не сможете просматривать свою анимацию просто сразу вот так, как по ее делали. Поэтому убираем это убор, что мы сейчас сделаем. Потому что мы сейчас сделали вернее. Удаляем. Просто берем и нафиг. Вот здесь, в принципе, да, тут агресский кластер идет. Здесь у нас Output Closs. Класс нужно удалить. Да, все верно. Теперь, что мы делаем. Сначала объясню концепт. Для тряпки мы создаем более низкополигональный ее дубликат. И на этом дубликате мы проводим все симуляции. Затем деформации дубликата мы переносим на саму тряпку в RAM Deformer. Для тела мы тоже создаем низкополигональный дубликат, но он уже будет как объект коллизии. Чтобы наша низкополигональная тряпка с ней, с ним взаимодействовала. Потому что она будет взаимодействовать с низкополигональным объектом значительно быстрее. Через таким вот высокополигональным. полигонов у тела 3900. Это достаточно много, понятное дело. Да и блок у нас полигонов во взаимодействии тоже очень большая. Начинаем сначала. Ну, во-первых, я уже делал это, чтобы не тянуть время. Здесь есть низкополигональный дубликат тряпки. Она сделана при помощи обыкновенного ретополагайза. Ну, то есть я воспользовался этой штукой. Таргет фейскаунт старайтесь делать таким, чтобы у вас перенеслись, конечно, все неровности. Ну, не все неровности, а большую часть наиболее важной неровности у вас перенеслись. Чтобы потом не было никаких артефактов. Здесь просто нужно делать как можно меньше полигонов, но так, чтобы она была чуть-чуть побольше, чтобы тряпка потом не пересекалась. Вот. У нас есть несколько полигональный дубликат тела и тряпки. На всякий случай я почищу историю и заморожу трансформацию вот этой вот кнопкой. Ну, это делается вот так и вот так. Но чем быстрее, тем в общем. Теперь запускаем на вот этот объект суммуляцию ткани. Переходим в режим effects. Enclose, Create Enclose. Да, все верно. Я попался в Node Editor. Из-за того, что я до этого создавал немножко тут, то кое-что стомалось. Вот. Высота Enclose, эту ткань. Если мы сейчас просто запустим симуляция, она упадет. Предсказуемо достаточно. Ее нужно преконстрейнить, разумеется. Трастным констрейном, допустим. Вот. Она уже симулируется. Теперь здесь мы делаем объект коллизии из этого. Из этих ножек. Вот. И она вот так вот шевелится. Наша тряпка. Совершенно статичная. Но, как вы могли заметить, у нас симуляция, это анимация, вернее, двигалась. Это я уберу. У нас анимация-то двигается, а наши ножки коллизии не двигаются, а должны. Поэтому, что мы делаем? Сначала выделяем объект коллизии, потом выделяем саму ножку. Тут порядок важен. Я его иногда путаю, но он важен. И в Deformer, через Wrap Deformer мы их проделываем друг другу. Отлично. То есть мы сначала выделили объект, которым мы будем управлять, а потом выделяем объект при помощи, которым мы будем управлять. Вот. И, как видим, у нас все двигается. Тряпка у нас, конечно же, немножко заход заехала. А это уже поправим при помощи настроек. Потом. Убираем наш объект от коллизии ножек, чтобы он не расширался. И приделываем теперь в рабовой деформации уже к нашей одежде, которая высокопоригональна. Выделяем, нажимаем Apply и опять не перепутываем. Удивительно. Вот. Убираем наш объект от коллизии и видим, как наша одежда работает. Она работает немножко не так, как нам нужно. Поэтому, во-первых, я думаю, Stretch Resistance можно побольше, наоборот, поменьше. А Compression Resistance тоже. Ну, все куда-нибудь. Можно немножко Bend Resistance докидать. Я думаю, это очевидно, что это означает. Stretch Resistance – сопротивление растягиванием, Compression – сопротивление с сжатием, Bend – сопротивление с сгибанием, так сказать. Складывание. Она настолько вот сильно заезжает наверх, потому что, на самом деле, если бы этот персонаж существовал в реальности, он бы никогда не смог настолько сильно поднять ногу в такой одежде. Поскольку одежды достаточно мало у нас тут, такая вот окружность. А когда она поднимает ногу, она растягивается значительно сильнее. И просто натягивается. Вот. Поэтому у нас возникает такой эффект. В общем, вот. Как видим, у нас частота кадров 24 FPS. Ну, вот. Сейчас вообще красиво так. Хорошо. Как видим, у нас частота кадров 24 FPS. Да. Важно. Это нужно было сказать в самом начале, но при симуляции ткани всегда, всегда без исключения выставляйте playback field на play every frame. Это обязательно. Иначе симуляция ткани может проигрываться некорректно. Если, допустим, выставить 24 FPS. Ну, она, конечно, корректна в данном случае, поскольку она очень мало ресурсов нашего компьютера потребляет. Но, если это что-то более сложное, то она может ломаться. Вот. Если мы поставим свободную скорость воспроизведения, то мы видим, что, на самом деле, она может гораздо быстрее. То есть, запас по ресурсам, так сказать, еще есть. Можете сделать не только вот эту юбку, а еще какую-нибудь там кофту, какие-нибудь рукава и тому подобное. Ну, вот. По производительности запас имею в виду для комфортного воспроизведения анимации 24 кадра в секунду. Вот такой вот туториал. Надеюсь, он был вам полезен. Спасибо вам за просмотр.